Медспасики. Каждый пчеловод радуется предстоящей откачке меда. Суть пчеловодства по мнению многих это медспасики. Он является бесценным подарком человеку от пчел за проявленную заботу. Получив продукт пасичник встает перед таким вопросом как сбыт меда. Медспасики. Кто его покупает? На продукции пчеловодства можно выгодно создать домашний бизнес имея собственную пусть и небольшую пасеку. Получаемый товар весьма недешевый, практически безотходный, имеет много полезных качеств и продолжительное хранение. Важно! Для разнообразия ассортимента можно реализовать воск под морпер губ прополис. По утверждению статистики, те кто покупает мед для личных нужд, стараются контактировать напрямую с пасечниками, минуя заготовителей и посредников. На крайний случай приобрести мед можно у постоянных продавцов. Очень низкий спрос на мед в магазинах и супермаркетах, поскольку качество предлагаемой продукции часто очень даже сомнительное. Пасека. Реализация меда должна проводиться в местах его наибольшего спроса. В больших городах, где люди далеки от чистых природных ресурсов, натуральный мед высоко ценится и желающих купить его довольно много. Также следует обратить внимание на потребности жителей северных регионов, где содержать пасеку довольно сложно, а то и вовсе невозможно. Здесь приобрести натуральный мед желают многие. Хотя без конкурентов не обойтись, постоянный покупатель по достоинству оценивший продукцию найдется всегда. Перенасыщение в рыночном пчеловодстве не наблюдается, поэтому, если имеется желание и возможность, можно рискнуть добиться успеха в этом направлении. Довольно часто пасечники не считают сбыт меда серьезным бизнесом, рассматривая содержание пасеки как хобби. В малейших случаях неудача покидает рынок и нередко теряет интерес к содержанию пчел, считая это невыгодным занятием. Важно! Метод производителя будет пользоваться спросом всегда правильная реализация позволит обзавестись постоянной клиентурой. Поставлять мед, новый урожай которого расфасован в объемную тару, можно в магазины, заключив с ними договор. Это касается в основном супермаркетов, гастрономов, более мелкие точки, такие как ларьки, небольшие продуктовые магазины, прием меда. Осуществляет в более мелкой таре, более ходовой, банке 500 мл. Хорошим спросом пользуется товар, расфасованный в сувенирную тару. Правильный маркетинговый ход, реализация меда в мини-таре. Маленькие емкости 30-50 мл покупает охотник на этикетке, в качестве информации нужно указать сорт, срок сбора, номер телефона. Попробовав свежий качественный мед, потенциальный клиент нередко становится постоянным и поставка меда возрастает в объеме. Хорошим спросом пользуется товар, расфасованный в сувенирную тару. Чтобы удержать покупателя, практикуется к каждой его существенной покупке, прилагай небольшой презент, малую часть любого продукта. Пчеловодство с инструкцией применения. Оценив качество меда, клиент будет приобретать и попутный товар об ножка перга за брус пыльца. На заметку. Таким образом, приобретая постоянную клиентуру, пасечник увеличит спрос на свой товар. Куда сдать мед? Получая продукцию с пасеки в достатке, излишки можно спокойно продать. Узнать, где принимают мед, несложно и реализовать его можно не одним путем, непосредственная продажа потребителю, воспользоваться. Услугами посредника предложить опт. Важно, чтобы потребитель был удовлетворен. Медовый ассортимент должен быть различный. Сдать мед большой партии по договоренности можно в сеть кафе, на кондитерские фабрики. Подготовив копии соответствующих документов и пробников, все предлагается директору. При заинтересованности сотрудничества можно получить заказ. Также крупный опт может приобрести заготовитель-перекупщик. Поставка меда мелким оптом может заинтересовать частных лиц, занимающихся выпечкой и продажей кондитерских изделий на заказ. Отечественный производитель для таких людей более ценен, поскольку импортированный товар может иметь сомнительное качество. Реализация меда собственной пасеки. Работа пчеловода не из легких, но еще более усилий понадобится, чтобы выгодно продать мед собственной пасеки. Не просто продать, но еще и получить хорошую цену. По окончанию медового сезона остров встает в вопрос о каналах реализации, и наиболее выгодный вариант – это предлагать мед с личной пасеки. Знакомым используя популярное сарафанное радио. Знакомые с качеством продукта, клиенты быстро распространяют сведения среди остального населения. Реализация меда с собственной пасеки. Также свой мед в области можно прорекламировать, выехав на ежегодную медовую ярмарку. Такие места посещают заготовители таких предприятий, как хлебозаводы, кондитерские цеха. Предлагая пробники со своей пасеки, можно надеяться на предложение дальнейшего сотрудничества. Наилучшая цена на мед будет при прямой работе с потребителем. Продажа меда возможна в местных санаториях, домах отдыха, во дворах, на работе. Интересный вариант продажи продукции пчеловодства, используя почту. Следует быть готовым, что отосланные пробники останутся без комментариев, но иногда можно столкнуться с серьезным покупателем. Важно! Каждый покупатель первоочередно оценивает внешний вид самого продавца и в каком виде предлагается продукция. Перед тем, как продавать мед, следует наилучшим образом позаботиться о своем внешнем виде. Стеклянная тара также должна выглядеть безупречно. Поверх пластиковых крышек желательно надеть тканевые салфетки, лучше закатать банки крышками для консервации. Покупая мед у пчеловода, потребитель уверен в натуральности продукта, поэтому готов заплатить необходимую сумму. Помимо всего пчеловод должен уметь уверенно, внятно и доступно представить свою продукцию, предложить сопутствующий товар. Рыночная стоимость меда. Точно сказать, почем мед, невозможно, так как цена формируется в зависимости от региона. Даже в самой области цена постоянно изменяется, в зависимости от факторов, спрос, вид продукта, количество семей, объем сбора. Редкие сорта всегда стоят дороже, поскольку их производство имеет затруднения, связанные с транспортировкой к месту сбора количеством медоносов и прочие. Медспасики на рынке наименьшие ценовые колебания наблюдаются на сельскохозяйственных рынках. Участников, реализующих свои излишки, цены всегда непредсказуемые. Если на рынке, к примеру, за трешку цветочного меда попросят полторы тысячи рублей, то пчеловод может запросить за аналогичный объем от одного до двух тысяч рублей. Причины такой разбежности объясняют по-разному. Последние банки – редкий сорт, трудности содержания, большой урожай. Важно! Постоянного покупателя следует обеспечивать одинаковой продукцией, консистенция, сорт, запах, цвет. В связи с колебанием цен у многих покупателей складывается мнение, что если у одного продавца цена занижена, то и у остальных не должна быть высокая. Причем довольно часто неразборчивый клиент не обращает внимания, что мед может быть прошлогодним, неправильным. Такая необдуманная покупка у одного недобросовестного продавца бросает тень на всех остальных. Именно поэтому крайне важно уметь представить и преподнести мед со своей пасеки грамотно. Когда покупать, ценители и любители меда предпочитают запасаться им заранее. Причем ни одной баночкой, сразу литрами 5-10, а той больше. Такие сладкоежки точно знают, когда лучше покупать мед и у кого. Со знакомым пасечником желательно наладить контакт с весной. Это позволит определиться со стоимостью, заказать мед необходимого количества, определиться с сортом меда, заказать сопутствующий. Товар, сот и пыльцу, воск, прополис. Также пчеловод поставит в известности о сроке откачки и поставки. Имея налаженный контакт с надежным поставщиком, можно избежать перекупщиков, которые часто прибегают к фальсификации и получить продукт проверенного качества. Гарантированно получить целебный мед, поскольку грамотные пасечники сразу убирают мед со света, при котором он теряет свои свойства. Пасечник готов доставить товар домой бесплатно. Важно! Контакт с клиентом очень важен, поэтому следует уделять ему достаточно времени. Выбор натурального меда Покупка меда требует внимательности, поскольку на рынке достаточно несчестных продавцов. Вместо качественного меда они запросто подсунут подделку, да еще так расхвалят, будто это самый идеальный товар. Покупка меда требует внимательности. Самой суровой подделкой является растительный сироп. Этот суррогат получают из выпаренного сока, бахчевых, смешанного с медом трехлетнего возраста, много раз перетопленного. Настоящий мед можно отличить под запаху. Он наделен специфическим ароматом, в отличие от сахарных сиропов, вкусу, немного приторному и слегка вяжущему цвету. Сахарный мед имеет слишком белый цвет и небольшой осадок, тогда как качественный, достаточно однороден консистенции. Растеряв каплю меда пальцами и ничего не обнаружив, можно определить натуральность. Подделка образует сгустки и комочки. Еще имеется ряд способов отличить подделку меда в домашних условиях. Занимаясь пасекой, нужно заботиться не только о получении богатой взятки, не менее важно правильно реализовать свою продукцию. Лучше всего делать это самостоятельно.